Здравствуйте! В эфире «Правовое поле». Впервые программа проходит в онлайн-формате. Это временные изменения из-за режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса на территории республики. На связи с нашей студией исполняющей обязанности начальника по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашии Алина Савельева. Поговорим о защите прав детей и молодежи. Здравствуйте, Алина Борисовна! Здравствуйте! Какие изменения в законодательстве этим летом ждут касаемо детей? У нас 2 декабря 2019 года внесены изменения в Семейный кодекс и Федеральный закон об образовании Российской Федерации, согласно которым дети из одной семьи имеют право обучаться в одной образовательной организации. В Чебоксарах, Алина Борисовна, у нас очень много таких школ, которые называют себя лицеем, гимназией. Скажите, пожалуйста, этих школ это тоже будет касаться? Ведь в таких школах, в лицеях и гимназиях, как правило, дети не всегда учатся по прописке. В городе Чебоксара у нас всего функционируют 9 лицеев и гимназий, и больше половины из них осуществляется прием детей в первые классы по территориальному принципу. Соответственно, эти нормы закона будут распространяться на эти лицеи и гимназии. Также 1 марта текущего года принят закон, в соответствии с которым внесены изменения Федерального закона об образовании в части обеспечения не менее одного раза в день горячим бесплатным питанием детей, обучающихся в начальных классах государственных и муниципальных образовательных организаций. То есть здесь имеется в виду, что дети, которые учатся с первого по четвертой класса, они подлежат обеспечению бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Эта мера поддержки, она должна вестись поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. А в нашем регионе планируется эту меру поддержку уже ввести с 1 сентября текущего года. А если ребенок на дому обучается, ну если с ограниченными возможностями здоровья? В случае же, если в соответствии с заключениями медицинских организаций дети с ограниченными возможностями здоровья подлежат обучению на дому, то в данном случае в соответствии с действующим законодательством, таким детям должны предоставлять продуктовый набор согласно санитарным нормам либо компенсацию за питание. Помимо этого имеются в отдельных муниципалитетах льготы в сфере питания для детей из малоимущих и многодетных семей. Сейчас у нас в республике идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Как вы участвуете в проверке лагерей и в каком случае лагеря смогут открыться? В соответствии с действующими организационно-распорядительными документами генерального прокурора и прокурора Чуважской республики, мы ежегодно проверяем вопросы организации отдыха и оздоровления детей. Но в нынешнее время, когда у нас действуют ограничительные мероприятия, еще не решен вопрос по поводу открытия загородных лагерей. Естественно, мы эти вопросы держим на контроле. В настоящее время органами государственной власти республики, органами местного управления и руководителями таких загородных организаций отдыха и оздоровления детей ведутся подготовительные мероприятия. Вот интернаты и детские дома во время пандемии работали в закрытом режиме. Для их воспитанников будут организованы летние смены или на общих основаниях, когда будет только снят третий этап ограничений? Согласно положению Указа временно исполняющего обязанности главы Чуважской республики, от 3 апреля текущего года номер 92. Детские дома и школы-интернаты у нас с 21 апреля работают в режиме изоляции до особого распоряжения. Естественно же, при открытии загородных лагерей возможно будет организация отдыха воспитанников, организация для сирот в данных учреждениях. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, работа продолжается. Сколько детей сирот получили квартиры в этом году с вашей помощью? По итогам 2019 года в данной сфере органы прокуратуры республики выявлено более 300 нарушений законодательства. По итогам пяти месяцев этого года установлено свыше 150 нарушений, с целью устранения которых приняты различные акты прокурорского реагирования. Но основной проблемой в данной сфере является отсутствие достаточного финансирования на обеспечение детей сирот жилыми помещениями. В этой связи прокуратура республики постоянно информирует органы государственной власти об увеличении финансирования на обеспечение детей сирот жилыми помещениями. И в результате принятых совместных мер, например, в 2019 году финансирование на данной цели было увеличено на 132 миллиона рублей и составило более 237 миллионов рублей. За счет этих средств обеспечили жилыми помещениями 208 лист из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На текущий год предусмотрено более 370 миллионов рублей. Также органы прокуратуры в защиту жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обращаются в суда с исковыми заявлениями об обязании органов местного управления предоставить сиротам жилые помещения. В 2019 году всего по судебным решениям, вынесенным по искам прокуроров, обеспечено жилыми помещениями 124 сираты. По итогам 5 месяцев более 35 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная работа будет продолжена. Алина Борисовна, какие-то обращения от родителей к вам поступали во время дистанционного обучения? Во время дистанционного обучения дети письменных жалоб в прокуратуру республики от законных представителей не поступало. Но в связи с тем, что дистанционное обучение, оно явилось для всех новым способом обучения, много вопросов поступало по горячей линии в органы государственной власти республики, это непосредственно Министерство образования Чуварской республики и органы местного управления, которые Минобразование Чуваш и образовательная организация пытались решать в кратчайшие сроки. Всем рассчитываем на то, что в сентябре все школы и садики уже заработают в традиционном формате. Могут ли в школах предлагать собирать деньги на учебники, ремонт, официантов и так далее? Насколько это законно? Да, очень хотелось бы, чтобы образовательные организации в новом учебном году заработали в традиционной форме. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом образования у нас гарантируется общая доступность и бесплатность дошкольного и общего образования. Материально-техническое оснащение образовательного процесса относится к компетенции органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и образовательных учреждений. В этой связи за счет бюджетных средств образовательные организации должны быть оснащены, то есть и обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками, учебными пособиями, ремонт зданий и учебных помещений школы и детских садов также должны быть произведены за счет бюджетных источников, в том числе услуги охраны, услуги официантов. Все они подлежат оплате за счет бюджетных источников. Сбор денежных средств с родителей и иных законных представителей на данные цели является неправомерным. Любая благотворительная акция – это дело добровольное каждого родителя. То есть действующим законодательством запрещен сбор денег на перечисленные цели. А как обстоят дела у нас с подростковой преступностью? Повлияла ли ситуация самоизоляции вообще как-то на цифры? Меньше стало преступлений, больше? По итогам пяти месяцев текущего года зарегистрировано снижение подростковой преступности, а также числа их участников. Но несмотря на введенные ограничительные мероприятия, имеют место факты совершения подростковой преступлений и различных административных правонарушений. К сожалению, подростки у нас не задумываются о последствиях и об уголовной ответственности за содеянное. Из указанного всего подростками в этом году совершено 114 преступлений. Из этого числа более 70% эти преступления связаны с хищением чужого имущества. Свыше 15% это преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Обращаясь к родителям, хотелось бы отметить, чтобы они усилили контроль за поведением своих детей, интересовались, где они гуляют, чем они занимаются, откуда у них появляются свободные деньги. Также хотелось бы обратить внимание родителей и других взрослых, чтобы не оставляли ни на одну минуту маленьких детей одних. Именно мы, взрослые родители, ответственны за воспитание, за содержание своих детей. И нам дорога жизнь каждого ребенка. К сожалению, по итогам пяти месяцев текущего года уже зарегистрировано 14 фактов смерти детей от внешних причин. Это имеется в виду от утопления, от асфиксии, в дорожно-транспортных происшествиях. В прошлом году таких случаев было 18. По всем фактам смерти детей в органах прокуратуры республики проводятся проверки. Спасибо, Алина Борисовна. О защите прав детей и молодежи мы говорили с исполняющим обязанности начальника по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашии Алиной Савельевой. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»